Итак, пять лет радио Хабирову. Пока мы с вами не виделись, Республика отмечала не тот день Республики, не тот день возвращения радио Хабирова. Есть множество оценок негативных, позитивных. Как вы отметите эту пятилетку? Какие есть плюсы и минусы? Действительно, пять лет воцарения Хабирова во власти, его триумфального возвращения. То есть, уезжал он в багажнике автомобиля, вернулся. Мы этого не знаем, извините. Ну, вы не знаете, мы знаем. В том смысле, что это все было действительно неким таким ресентиментом для Хабирова, и много было надежд. Потому что, как у нас в России водится, прежнее руководство уже подпротухло, несите новое. То есть, вот нам принесли новое, дали. Анализировать пять лет правления Хабирова, конечно, непростая задача, потому что за пять лет много что произошло. К сожалению, могу констатировать, что по магистральным каким-то проектам и аспектам его деятельности успехов практически нет. То есть, понятно, что в республике все еще теплится жизнь, у нас все еще там плещется какой-то скудный бюджет и прочее-прочее. Но за пять лет мы четко поняли, что конструктивного руководства регионом ждать уже не следует от вот этого товарища. Потому что он давно уже и довольно отчетливо объяснил, что захватив власть, он будет ее удерживать до последней возможности. То есть, он говорил, что власть захватывают и не отдают. Захватывают и не отдают. Это его, собственно, главная концепция. Качество команды, качество администрирования мы за эти пять лет тоже увидели. Это качество очень низкое. Не только потому, что, например, кому-то из нас все это не нравится и неприятно, но и потому, что, например, есть уже определенная корреляция сравнения, например, с соседними регионами. То есть, по разным-разным показателям. И Оренбургская область, и Татарстан, и Челябинская область, и Пермский край существенным образом более продвинулись во многих направлениях. Мы топчемся на месте, мы занимаемся празднованием всевозможных праздников, фестивалей, концепции, разрабатываем там стратегии до 30-го года и так далее, и так далее. Но реальных движений очень мало. Точно очень мало. Потому что вот сегодняшнее даже ваше опоздание, Дмитрий, это четкая иллюстрация результатов транспортной реформы, например. Да, я должен признаться, к сожалению, я из Норса выезжал почти час. Извините, но все в минусах, в минусах. Давайте о плюсах. Я знаю один большой плюс, который и вообще большую пользу, которую нанес Радий Фаритович региону, это, например, отмена обучения детей по субботам в школах. Да где же там плюс-то? Нет, я имею в виду, это большой плюс для родителей, это большой плюс для правильности образа жизни детей. Нет, я это отношу к плюсам. Вот это Радий Фаритович планомерно сделал. Большой ему за это земной поклон. Ну, от родителей и школьников и так далее. Попыток было много, то есть он на самом деле двигался в верном направлении, а давайте организуем молочную кухню, а давайте реорганизуем транспорт. Вот как мы недавно обсуждали этот вопрос, в любой транспортной системе можно что-то улучшить. Но одно дело декларировать цели, другое дело идти к их достижению. Но цели-то были благие. Цели абсолютно благие. Ну, мы же за все хорошее против всякой фигни, да ведь? То есть это всегда так. Любого губернатора, любого руководителя, любого лидера спроси, он, конечно, вам сразу же изложит целый список благих намерений и целей. Ну, как известно, именно благими намерениями дорога в ад и выстелена. А вот профессионализма, способности работать в команде, способности соблюдать законы даже, например, у команды Хабирова почти нет. То есть вот эта случайная гоп-стоп-компания, которая была привезена из Красногорска, которая сейчас немножко рассеялась, но часть ее осталась, это все свидетельство отсутствия готовности губернатора к системной работе. Извините, но мне не приходит на ум ни одного крупного успеха Хабирова. Вот ни одного. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я излишне негативно настроен, но я, честно говоря, и от других тех, кто пытается анализировать ситуацию, не слышал этих успехов. Смотрите, вот он на первом совещании 16 октября допустил такую вот фразу, что ваши достижения обнулены, обращаясь к своей команде, да, а типа косяки у вас удвоились, и что-то, а у меня их быть не может. У меня их быть не может. Это что, это типа такой негласный запрет его критиковать? Нет, во-первых, он существует. Это запрет сразу же. И, ну, зная и понимая психотип Хабирова, мы должны отдавать себе отчет о том, что человек вообще не приемлет никакой критики. То есть он само совершенство, человек абсолютный, значит, хомоидеалос, а все остальные, конечно, черви, ползущие под ногами. Это понятно. То есть это следует из его, ну, как сказать, взгляда на жизнь, на мир и так далее. Ну, ладно, так уж получилось. Не самый лучший, конечно, как бы концепт для руководителя региона и так далее. Но попытка отделиться от неудачи своих подчиненных, это, конечно, довольно распространенное явление и равно настолько же глупое. Потому что, с одной стороны, Хабиров заявляет, что все руководящие должности, посты и функции занимают люди ему близкие, им проверенные, и он за них как бы там ручается, поручается, а не те самые свои, которых мы не бросаем. С одной стороны. С другой стороны, мы видим огромное количество, как он выразился, косяков и проблем, от которых он хочет дистанцироваться. Ну, это прямое противоречие в его, по крайней мере, системе координат. То есть здесь уже не мои, а косяки ваши? Ну да, но так пытаются вообще делать очень многие руководители, безответственные люди. Потому что, ну, скажем, по армейскому признаку, например, за все проблемы подразделения отвечает командир. Как бы ни напился коптерщик, за это все равно ответит командир. Или там потеряют автомат, или еще что-нибудь, да? То есть Хабиров хочет, чтобы этого не было. У него просто происходит сейчас некая аккумуляция, аккумулирование вот этих вот, как он выражается, косяков. Их становится уже много, они уже ясны и видны. И он хочет от этого дистанцироваться. У него вроде как выборы через год и прочее. То есть вот он хочет опять в белом смокинге явиться, и опять, значит, сказать, что осмотрите, а вот теперь уж мы точно все сделаем красиво и правильно.